Обучать в автошколах должны теперь по усиленной программе. Почти 200 часов как теоретических, так и практических занятий. Кандидатов водителей ждет и новый курс обучения. Новые занятия – это психофизиологические основы деятельности водителя. И прибавится устройство и техническое обслуживание автомобиля. Прибавятся теоретические занятия на 30 часов, ну и прибавятся практические занятия всего на 6 часов. Согласно новым правилам, подготовки водителей с 1 сентября увеличится не только количество часов, но и стоимость обучения почти в два раза. Экзамены станут тоже серьезней и продолжительней. Сначала они будут учащиеся сдавать теорию, затем площадку, и после этого будут возвращаться в автошколу для изучения города. И потом только после этого сдавать город. И допускается им только три раза. То есть, если он не сдает три раза, то следующая пересдача только через месяц. По словам работников автошкол, этот закон вызвал ажиотаж среди тех, кто давно хотел получить водительское удостоверение. Кто успел заключить договор с автошколой, тот будет сдавать экзамен по старой программе, по старым срокам. По мнению нынешних кандидатов, водители ждать 6 месяцев, чтобы сесть за руль автомобиля – это слишком долго. 6 месяцев – это, представляете, такой период времени, полгода, нужно спланировать свою жизнь и перестроить ее, потому что это же серьезное вообще дело. Это же серьезное дело. И два месяца все-таки как-то спрограммировать свою жизнь или на полгода. По мнению опытных водителей, принятие нового закона – верное решение. Это так называемое возвращение к старой советской системе образования, где не только учили правилам дорожного движения, но и устройству автомобиля, чтобы каждый, даже новичок, смог самостоятельно устранить незначительные неполадки. В наше время сейчас к обучению подходят очень неответственно. Ситуаций, связанных на дороге с происшествиями, довольно-таки много, и поэтому я только положительно отношусь к тому, чтобы обучение было в автошколе полгода. Если есть голова на плечах, я думаю, что за шесть месяцев есть возможность обучения. Без разницы, мне кажется, здесь время не играет. Либо есть талант, либо его нету к вождению. Кому-то и шесть надо, кому-то и всю жизнь. По мнению экспертов, новый закон будет способствовать более высокому качеству подготовки водителей. Сейчас статистика говорит, что с первого раза экзамен издает только каждый четвертый. Но многих пугает именно срок обучения – полгода. Возможно, кто-то вовсе откажется от мысли получить водительское удостоверение. Это тоже вариант. Спасибо.